Здравствуйте! Мы уже не первый выпуск рассказываем о принципах гуманной педагогики, активным последователем которой является академик Шалва Александровича Монашвили. Его система «Школа жизни» рекомендована для применения на практике. Его принципы близки всем творчески работающим педагогам, которые устали от рутины и шаблонов авторитарной педагогики. Давайте посмотрим и восхитимся уроком, который истинный мудрец показал нашим педагогам. Итак, урок называется «Урок жизни. Сердцеведение и неискательство своего сердца». «Вся жизнь проходит через сердце». Все эти листья я выписал из очень великих источников. Источник богатств, духовных и материальных. Есть, догадаетесь, да, что есть? Есть сердце. Или же в середину записано «Солнце всех солнц, есть сердце». А вот Христос говорит «Где сокровища человека, там и будет сердце его». «Добрый человек из доброго сердца своего не носит доброе». Можете продолжить. «Злой человек из злого сердца что-то место и будет вносить, да? «Злой человек из злого сердца». Но я не докончил эту мисс, потому что отрицательное что-то, и поэтому не захотелось. Я поставил три вопроса. Это как логика нашего поиска. Первый вопрос. Что такое сердце? Просто по-философски. Второй вопрос. Как облагораживать сердце? И третий вопрос. Заглянем в свое сердце. Зарисуйте, пожалуйста, ваше сердце, в ваших местах. Тоже зарисуйте свое сердце, пожалуйста, в ваших бумагах. Я тоже зарисую свое сердце. Вот какие у вас прекрасные сердца получаются. Как солнце. Сердце, которое правду излучает, да? Какие прекрасные формы. Я тоже, наверное, тут помешиваюсь, да? В твоем сердце. Какие красивые колокольчики. Какое сердце всегда звонит. Звенит, звенит, звенит без конца. А тут цветок распускается, да? Красивое сердце. Я тоже зарисовал свое сердце. Ну, у меня есть какие-то изгибы в сердце. Хочу их выправить. Есть. Ну, нет человек, который был свободен от всего человеческого, да? Скажем, зависть. Скажем, жадность. Скажем, ну, как это, страхи, скажем. Что-то бывает в человеке. Грехи. Это все. Ну, люди пока не ангелы. Когда-нибудь станем такими. Ну, вот с вашей помощью, может быть, я кое-что поправлю сегодня. И вот послушайте первую притчу. Некий отчельник вешал из своего уединения. Много лет где-то в пещерах молился, молился. Получил какое-то озарение. И выходит в людях. Вешал из своего уединения. Проходит по улицам. Он останавливает каждого прохожего и спрашивает. Имеешь сердце? Кто-то пожимает плечами, проходит, идет дальше. А какое-то дело, говорит кто-то, идет дальше. А кто-то начинает отвечать. Да, имею или не имею. И так далее. И это продолжается ни день, ни два. А проходит тоже много времени, и отчельник так и ходит. В конце концов, многие возмутились и говорят отчельнику, слушай, чего ты к нам пристаешь? Имеешь сердце? Имеешь сердце? Ты бы спрашивал о благих началах сердца. А ты говоришь, имеешь сердце? Почему? Отчельник ответил. А теперь отчельник и вы. А я возмущенный прохожий. И так иду к каждому. Отчельник, чего ты мне хочешь? Имеешь сердце, имеешь сердце? Почему так? Потому что это главный орган, и я хочу тебе об этом напомнить. Спасибо. Потому что я хочу спросить у тебя, в тебе есть любовь? Спасибо. Сердце – это Бог в тебе. Свет из тебя идет. Если в тебе есть сердце, значит, в тебе есть совесть. Совесть тоже есть, да? Это сердце – это дом совести. В сердце есть любовь. Спасибо. Потому что если есть в человеке сердце, значит, он может сострадать другому человеку. Спасибо. В сердце есть любовь. Сердце – это свет души твоей. Сердце – это твоя жизнь. Сердце – это ось. Хочу понять, бьется ли еще на этой земле, в этом мире у кого-нибудь сердце живое осталось или нет? Сердце – это главный орган, потому что он отражает природу человека. А природа человека – это любить и созидать. Спасибо. Хотите узнать, как отченник ответил этому прохожему? Он сказал, лишь бы человек не забыл о своем сердце, остальное приложится. Разве не бывают случаи, когда забываем о своем сердце? Дело не в самом органе, конечно, а то, чем этот орган живет и что он нам диктует, сердце наше. Забываем и только этим этажом, разумом пользуемся, а сердце как будто нету. И поэтому логика состоялась, а жизнь испортилась. Теперь вообразим следующее. Вы любите Алмату? Я люблю Алмату. А почему? Я несколько раз бывал здесь, и каждый раз моя любовь расширяется, а не суживать. И ни разу этого не происходило. Любите, конечно. Но неужели верите, что каждый прохожий по улице Алматы так? Да. Спрашивает что-нибудь у своего сердца и знает, что имеет сердце. То есть ноги просто проходят без сердца. Сердце есть, но это как физиологический орган. Так и ходят. Что бы стало с Алмату, с этим прекрасным городом? Это прекрасный. Один из мировых городов. Что бы стало с городом, если бы все прохожие знают, что имеют сердце? Как им город стал? Скажите одними или другими словами. Солнечным. Прекрасным. Сказка. Сердце мира. Счастливым. Но, наверное, радостным. Сердечным. Раем небесным. Добрым. Сверху бы, как солнце. Чистым. Чистым, да? Чистым. Знаете, я этот вопрос задал третьеклассникам тоже. Вот когда про утокол речь шла не о городе Алматы, конечно, а о другом городе в России. Мальчик говорит, ну, наверное, наш город стал бы раем на земле. Ну, че, ну, мальчик, да? Мальчик тоже отщельник, который пришел чистым из того мира, поэтому принес нам истину. А мы говорим только узко. Чистым будет город и радостный. Город и так радостный. А почему-то дети всегда отвечают, более истинно. Чем мы находим эти? Мы уже за шурами как-то. Давайте. Адзея Ирлова говорит, если бы в образовании все люди были бы такими, тогда мы стали бы все творческими. А чего еще мы мечтаем? Творческий – это соработник у Бога. Если ты творческий человек, только тогда ты соработник у Бога. А если просто испанитель, может быть, тоже тогда тоже соработник, но меньше труда на себя берешь. А если изменяешь мир, творчество – это изменение мира, верно? А если ты изменяешь мир, преобразуешь, вот безобразно направляешься к прекрасному, то ты творящая сила. И у Бога нет других рук, кроме наших.